СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УСТАНОВЛЕННЫ Нет, не было. Не было ни официальных заявлений по этому поводу, ни неофициальной поддержки тем, кто такие намерения озвучивал. Максимум, что хотели, это некоторой автономии Севастополя и закрепление статуса российских военных баз. То, что на Крыме российские власти поставили жирный крест, показывают колоссальные вложения в сочинский регион, которые хотели сделать альтернативой Крыму, всероссийским курортам. Зачем вбабахивать миллиарды во второй Крым, если скоро вернется первый? Согласитесь, это абсурд. Климат, кстати, в Крыму лучше и береговая линия больше. Однако вернемся к событиям 2014 года. В ответ на государственный переворот в Киеве, в областях Восточной Украины возникло движение за широкую автономизацию. Донецкая и Луганская области заявили о создании там народных республик. Про возглашение республик застало Москву врасплох и сильно напугало. Это был результат украинской демократии и прямое волеизъявление народа. Да, демократия на Украине была ущербной и бандитской, но она все-таки была. Люди могли выражать свое мнение и самоорганизовываться. Они самоорганизовались. Это было народное движение, возникшее не благодаря, а вопреки деятельности его подставных вождей. Самостийно. У нас сквозь бюрократической власти Кремля, привыкшей относиться к населению с плохо скрываемым презрением, в случае недостаточного послушания, или с отеческой заботой, если не послушания и нет. Украинские народные трибуны, прорусские, выступающие за воссоединение с Россией, вызывали тоску. Это были люди из другого мира. Первоначально к Луганской и Донецкой области примкнула и область Харьковская. Третьи области вполне могли составить реальный противовес западенцам. Даже с учетом того, что нахрапом и террором Киеву удалось затормозить процесс трансформации в республики других восточных областей. Они намеревались объединиться в Новороссию и объявить своей столицей Харьков. В этом случае ситуация была бы сложная, но не безнадежная. Но Новороссию последовательно предали сначала харьковские власти, а потом Москва. Я не думаю, что сейчас в Москве сделали бы то же самое, хотя люди, в общем, те же. Но тогда они поступили так. В ответ на проведение народного референдума о присоединении к России в Луганскую и Донецкую область были введены украинские войска и военизированные отряды националистов. А Россия не сделала ничего. На Донбассе началась гражданская война. В конце концов Россия косвенно, не объявляя войны, вмешалась и предотвратила массовое уничтожение мирного населения. Но это было сделано прежде всего потому, что геноцид тогда не был нужен никому. Ни Западу, ни правительству Украины, откровенно боящемуся разгула распоясавшихся погромщиков. И будем называть вещи своими именами нацистов. В августе 2014 года военный конфликт не был прекращен, а лишь переведен в затяжную фазу. Соответственно, африканская резня, которая всерьез угрожала Донбассу, приобрела относительно цивилизованную форму правильных военных действий. Да, с обстрелами городов и гибелью мирных жителей. Но кожу с людей не сдирали, золотые коронки плоскогубцами не вытаскивали и заживо не сжигали. Такие эксцессы, конечно, политикам Запада были ни к чему. А Харьков кинул Донбасс в самом начале. Движение там возглавляли провокаторы. Им помогала многочисленная укагабистская массовка. В городе начались погромы. Они велись переодетыми западенцами. Эта технология сначала была применена в Киеве. Взаимные потасовки между молодежью, в основном футбольными фанатами, были. Но ряженые тетушки вели себя ненатурально. Например, безо всяких мотивов оскорбляли и избивали безобидных прохожих в чужих городах. Зачем? Футбольные фанаты так себя не ведут. В Харькове запустили легенду о двух тысячах русских погромщиков, которые на автобусах приехали в город сбивать украинцев. Вы можете себе представить такую прыть от российских властей? Тогда же на здании Харьковской администрации якобы русский погромщик сорвал жовто-блокитный прапор и установил российский флаг. Русским погромщиком впоследствии оказался сетевой тролль Миша Ранкайнен. Его ли это фамилия, непонятно. Утверждает, что да. Но в Финляндии есть другой Миша, точнее Мика Ранкайнен. Тоже тролль. Финский швед, автор движухи игры на воздушной гитаре. У нашего отечественного Ранкайнена на личной страничке написано «Ратую за Россию, матушку! Мои политические предпочтения – ислам!» Смешного, однако, в разыгрывающемся кровавом карнавале было мало. Не буду говорить о его деталях. Вследствие запудивания, провокации и прямого избиения Харьков потерял свое лицо. Множество жителей покинуло город. Было уволено огромное количество представителей администрации. Подверглась жесткой чистке МВД. В Харьков стали направлять бригады для усиления кадров. Там теперь много живет выходцев с западной Украины. Жесточайшей селекцией подверглись харьковские учебные и научно-исследовательские институты. Одновременно в городе стала вестись одуряющая украинская пропаганда. Было поставлено целью вытеснить русский язык из города. Харьковчане в своей массе по-прежнему говорят по-русски, но украинская речь там уже стала обычной. Но главное не это. Жители Харькова так до сих пор не поняли, что стали жертвой провокации и предательства. Именно не поняли. Все-таки большинство харьковцев осталось в городе, и они постепенно стали смотреть на мир глазами Сенкевича. Это не их беда. Это результат целенаправленной пропаганды Киева и результат предательства Москвы. Того Харькова, который был, уже нет и не будет. Хотя все можно вернуть. Попросить приехавших с Запада с насильными вещами на выход. Передать захваченные или купленные по дешевке квартиры коренным жителям города. Организовать акцию по возвращению в Харьков огромного количества беженцев. Бежали они в девяти случаях из десяти в Россию. Это по разным оценкам около двухсот тысяч человек. Можно также направить местную молодежь на курсы по истории Харькова. Помочь им разобраться в политической подоплеке событий последнего десятилетия. Только этого ничего не будет. На это нужна воля великого народа. А ее нет. Потому что власть в Российской Федерации русским не принадлежит. И поэтому это народ великий своей культурой, своей численностью, своей любовью к родине. Но не своим влиянием на ход политических событий. Русскими, в отличие от украинцев, даже не нужно манипулировать. Их в политическом и медийном пространстве России просто нет. В телевизоре одни Собчак, Симоняны и Псевдо Соловьевы. Но это, конечно, не снимает с русских ответственности за происходящее на Украине. Это часть нашей Родины, такая же, как Российская Федерация. И знаете, я думаю, что рано или поздно и на Украине будет русская власть и русская речь. Почему? Потому что новые поколения украинцев будут жить в своем государстве, учиться, развиваться. У них будет доступ к мировой информации и к лучшим университетам мира. Они будут учиться, будут изучать свое прошлое, будут становиться умнее, лучше, терпимее и постепенно дорастут до русской культуры и станут русскими. И тогда возникнет диалог между неорусскими и неоукраинцами, до которого я, наверное, не доживу. Но он будет. Законы человеческого общества едины. В известный момент Европа погрузилась в средневековое варварство. Но новые поколения росли, развивались и постепенно доросли до разрушенной и вроде бы напрочь забытой античности. И украинцы дорастут до Гоголя, Пушкина, Толстого, Достоевского. Станут умным, совестливым народом, который будет воспринимать сегодняшние события как обоюдную ошибку и мировую несправедливость и по отношению к России, и по отношению к Украине. Можете смеяться над старым глупеньким Голковским. Но это все вам говорит человек, который предсказал русско-украинскую войну 20 лет назад. А потом описал, что ждет Украину в деталях. Я верю, что пройдет еще 20 лет, и одурманенной молодежи будет стыдно за то, что она сейчас делает. Да и много на нее наговаривают, потому что в интернете ведется информационная война. И очень часто мы слышим не людей, а вирусных ботов. До новых встреч!